ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С подвала поднимается. Напора нет. Вот такая история. Дома тоже так же, по ниточке. У меня баня. Но я уже давно ее так вот под душем воду набираю. Не моюсь. Какая есть. Видите, голова какая. Эта пожилая женщина живет в доме одна. Ее огород зарос травой. Косить некому, а поливать нечем. Каждый день в поселке Привольный новый квест. Успеть за полтора часа наполнить водой все емкости. Воду в дома дают по хаотичному расписанию. В основном ночью. Но, как говорится, это не точно. Три ночи не сплю, чтобы ночью набрать по ниточке, когда идет вода. Надо же воду как-то набирать. Видите, огурцы все сохнут. Мы как будто живем в глухой деревне, потому что до нас никто не слышит, куда бы мы ни обращались. С 16-го дошнего года мы пишем. Уже как бы собираемся. Все их отписки и никаких результатов вообще нет. Старая песня о главном умещается в три предложения. Жара. Жители налегают на воду. Ее стало не хватать. Летом рост потребления воды в 5-6 раз превышает возможности водопроводных сетей. Аргумент не новый, но и новых решений не предвидится. Допустим, задействовать резервные скважины или пробурить дополнительные, считают местные жители. Там, допустим, наверху пробурится несколько скважин. Пусть она, грубо говоря, самотеком даже вниз идет. Сделать вот этот вот участок автономным по водоснабжению. Использовать эти возможности летом, например. В конце концов, просто, чтобы не прокладывать трубы, просто колонки пробуриться. Ну что-то, какой-то вариант должен же быть. А вот мэр города на прямой связи с казанцами отметил, что такие работы требуют времени и 7 миллиардов рублей. Единственный выход – выбирать между грядками и собой. Сейчас огромный объем воды, золотой воды, питьевой воды в поселку уходит на полив придюсальных участок. Что, в принципе, понятно. Все наши казанцы трудолюбивые, хотят иметь свою картошку, ягоды, помидоры, огурцы. Но еще раз подчеркиваю, поливают ее золотой питьевой водой. Местные жители же говорят, что выбирать не приходится. Потому что не из чего. Воды нет вообще. А ту, что успевают набирать, конечно, пускают на будущий урожай. Ведь они рассчитывали на приезд цистерн от водоканала. Но не тут-то было. Диспетчер периодически звонишь, говоришь о том, что нет воды, хотя бы водовозки, чтобы привозили. Они, соответственно, отказываются. Нет машины, еще что-то. Очень много причин. Приезжает вечером одна водовозка, и то ее просто не хватает на весь поселок. У нас такие вопросы, а почему нет воды, задают, наверное, те, которые только недавно купили дом, может быть, и все. Все остальные знают уже о том, что летом воды не будет. Настолько некомфортно, что в поселке нет воды. Я просто не представляю, как молодые семьи с маленькими детьми. Летом, когда детки играют, где-то им помыть руки, где-то что-то, где-то чего-то, и это готовка еды, каши. Я просто не представляю. Я просто вспоминаю себя, когда у меня были дети. Вот у меня двое детей, да, когда они были маленькие. Единственное спасение – покупка воды. На семью из четырех человек минимум 10 литров в день, а значит, 30 рублей в сутки и 210 рублей в неделю. Еще одна альтернатива – колонки, но они есть не везде. Или родник. Один из таких нам с трудом удалось найти в Вишневке. Источник будто мираж в пустыне. 40 минут мытарств и поисков, попытки заехать через участки, а потом со стороны города. Около двух километров на машине, еще пешком вот по такому крутому спуску. И мы, наконец, уцели. Вот он, тот самый родник. В такую жару единственный бесплатный источник воды для близлежащих поселков. И все это происходит в черте города и в 21 веке. Осталось только найти палку-копалку и пробурить скважину вручную. Повсеместный каменный век. Летом легче перечислить районы, где перебовь с водой не случается. Продолжают надеяться на дождь в Вишневке, за лесном, малых клыках. И везде одно и то же. Водоканал, в свою очередь, объясняет. Большая часть сетей, большинство пригородных поселков, проложена еще в 70-е годы. Узкие диаметры, глубина не по ГОСТу. Данные сети переданы на баланс водоканала в качестве безхозяйных, без выделения, финансирования на их содержание. И все же больше 10 лет большинство жилых массив находится на балансе города. Так почему они не могут получить поддержку этого города? Можно, конечно, подождать и дождаться беды. В Кульси этого во вторник сгорел частный дом. До приезда пожарных люди с трудом тушили пламя. Тушить было нечем. Как итог, видите сами. Помогали, все вместе собирались, его так тушили. Сын у меня ездил, тушил тоже. Есть такая проблема, каждый год такая. Летом, особенно, когда идет полив, воды не хватает у людей. К жаре добавляется самовольное перекрытие задвижек и рост коттеджных поселков. Причем рост хаотичный. Эксперты считают, коттеджные поселки с 90-х годов живут по законам тайги. Границы проведены, теперь это частная территория. Безводные зоны – это зона ответственности самих жителей. Для того, чтобы рассчитывать на помощь администрации, они тоже должны предпринять какие-то шаги. А не быть такими иждивенцами, что вот мы сейчас тут участок купили, а теперь нам помогайте. Администратуруют, мы вас не просили покупать там участок, зачем вы его купили. А город им начнет помогать, когда увидят, что они кооперируются, что они действуют, что у них есть какие-то средства. Город поможет, если они вот так будут ставить вопрос. У нас территория города 630 километров квадратных. А 90% населения живет примерно на 120-130 квадратных километров в центральной части. А 10% живет на всей остальной территории. И у города хватает проблем вот с этими вот сконцентрированными жителями в центральной части города. И, естественно, распыляться на остальные там, сколько там получается, 400 квадратных километров, ну, города просто таких сил не хватит, никакого бюджета не хватит. По мнению экспертов, жителям надо объединиться и частично вложить собственные средства. Тогда есть шанс и на новые сети или реконструкцию старых. Однако в администрации Казани отметили, что программа по сетям проводиться будет. Но это сложная и масштабная работа. Какому году она реализуется, покажет время. А вот свое недовольство уже показала природа. К концу недели пошел долгожданный дождь. Ливень, который смыл и засуху, и часть посева. Теперь неизвестно, что лучше. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Роман Безменов, 7 дней.